Приветствую всех на моем канале. С вами Светуш. Друзья, те, кто смотрит мой канал постоянно, знают, что мы с мужем летали на фестиваль украшений Art Journey в очень красивый городок, столицу артного Румынии, Арадио. Но мы летали не только на фестиваль, но наше путешествие длилось две недели по Румынии и Словакии. Я, как человек обстоятельный, хочу все рассказать, показать вам по порядку. Так что нас ждет несколько очень интересных видео и по фестивалю, и по путешествию. Как обычно в поездке я снимала видео, а муж фотографировал. Конечно, мне хотелось бы начать свои видео с фестиваля, на который съехалось больше 40 самых лучших и известных мастеров со всей Европы, чтобы вы увидели их потрясающие работы. Думаю, многим это было бы очень интересно. Но я жду, пока Алекс сделает фотографии, чтобы дополнить свои видео его чудесными фотографиями, сделать слайд-шоу. Поэтому пока что я решила начать с тех небольших покупочек, которые мы сделали в поездке, и рассказать вам немного о них. Еще я получила очень интересные украшения в подарок от других мастеров, но это тоже сюжет для отдельного видео. Одновременно с фестивалем украшений, примерно в часе езды от Орадди, около небольшого поселка Негрени, проходила ярмарка, как мне сказали, лавка древности, которую проводят два раза в год. Ну, на самом деле, это оказалось что-то типа блошиного рынка. Там продавали и новые современные вещи, и подержанные, и одежду, обувь, и сувениры, посуду, вазы. Все подряд. Что-то лежало прямо на земле, на растеленных тряпках. Что-то более прилично стояло на столах. Короче, мы решили туда поехать. Нас набилась полная машина. С нами была еще Вика из Италии, которая оказалась большим любителем и знатоком винтажных украшений. У нее очень большая коллекция, и сама она делает потрясающие украшения. Я покажу вам сейчас, не удержалась, покажу сумочку, которую она привезла для показа на фестиваль. Еще ребята из Эстонии, муж и жена. Жена тоже мастер, которая участвовала в фестивале. Так как мы были ограничены во времени, вечером нам нужно было наряжаться, идти на очередное мероприятие. А ехать на ярмарку было больше часа, поэтому там мы пробыли всего два часа. Я не могу сказать обо всей ярмарке. Мы не обошли и малой частью ее. Большие всякие изделия, типа красивых ваз или каких-то деревянных поделок, мы тоже не могли покупать. Так как были ограничены весом и размером багажа. Так что мы сосредоточились на разной мелочи. Но я сейчас вам покажу то, что купила я там. Это единственное видео, которое я сняла, идя на эту ярмарку. На самой ярмарке я не снимала, люди не всегда хорошо к этому относятся. И времени было мало, хотелось посмотреть что-то. В общем, смотрите, лучше мои покупки. На ярмарке мы видели много красивых шкатулок. Но муж ходил и у меня все время спрашивал, ну зачем тебе они? Ну, мне кажется, шкатулки это не просто красивые сувениры или винтаж. У них можно хранить украшения. Я пыталась это объяснить. Но в итоге купила всего три. И сейчас я вам их покажу. Это чудесная шкатулка кобальтового цвета. Расписанная золотом. Рисунок. Мне кажется, это сюжет из Золушки. Самая большая из трех с маркировкой Лимош. Цены называть не буду, потому что я их уже не помню. Вторая шкатулочка тоже очень похожа на Лимош. С деколью рисунок по картинам Фрагонара. Причем не только на крышке, но и по бокам шкатулки. Но она без маркировки, вот с таким значком. Я пыталась найти в гугле, что обозначает этот значок. Ничего не нашла, но нашла похожие, очень похожие шкатулки с маркировкой Лимош. Поэтому я не знаю, то ли это тоже Лимош, то ли это копия какого-то другого завода. Потому что я видела в интернете, ну, очень похожую шкатулочку. Только зеленого цвета и немножко другой формы. Ой-ой-ой. Целая. И третья шкатулка, такая красотка молочного цвета с ручной росписью. Средняя по размеру из этих трех. На ней есть маркировка Корона и надпись Оскар Шигельмильд. И внизу написано Хэнд Гемольд, что означает ручная роспись. В интернете я нашла каталог этой фирмы. И по каталогу эту маркировку они обозначают между 1932 и 1972 годом. Более точно я не знаю. Оскар Шигельмильд основал свою фабрику по производству фарфора в самом начале 20 века в Германии. Производству удалось пережить две мировые войны. Оно имело периоды спада и подъема. После смерти Оскара в 1938 году производство отошло его вдове. А в 1953 стало государственным. Полная остановка производства Оскар Шигельмильд произошла в 1972 году. В 2010 заводской комплекс бывшего предприятия был передан под музей фарфора. Фабрика выпускала кофейные и чайные сервизы, обеденную посуду, статуэтки и прочие милые безделушки. Такие, как, к примеру, моя шкатулка. Широкую известность фабрики принес знаменитый сервиз Мадонна, который так любили советские женщины. Я, к сожалению, не имела Мадонны. У моих родителей ее не было. Про эту компанию я узнала сейчас в интернете благодаря этой хорошенькой шкатулке. И прочитала еще очень много интересного о ней, о компании. Ссылку на статью я вам дам в инфобоксе. Еще мы купили на ярмарке три этих замечательных фарфоровых цветочка. Мне такие очень нравятся. И мой муж тоже не возражал. Мы бы купили и больше, но были ограничены весом и размером нашего багажа. Это замечательная гвоздика с маркировкой Германия и такой вот абракадаброй. Точно завод определить мне не удалось по этой маркировке. Очень красивая. И второй цветочек, розочка, тоже с такой же маркировкой. И купили мы оба цветочка у одного продавца. Этот цветочек тоже очень хорошенький. С маркировкой Романя Клужнопока. Про завод более подробно почитать мне пока не удалось найти информацию. Ну, просто полюбуйтесь этой красотой. Они отправятся в витрину, где у меня уже есть цветочек от Кападемонте, который мы купили в Риме. Еще на ярмарке мы купили вот такую замечательную пивную кружку мужу. Не знаю, ли у нее есть уже винтажный возраст. На ней вот написано Мюнхен. Маркировка просто буква М. И номер выдавлен в тесте. Видимо, это номер партии. Не могу сказать, какой у нее возраст. Выглядит она очень красивой и новой. Правда, я ее почистила и помыла. Сразу заблестел металл. У мужа есть уже две антикварные пивные кружки. Настоящие антикварные, которым больше 100 лет. И мы иногда из них пьем пиво. Есть у нас еще несколько кружек, которые покупали мы еще во Львове больше 30 лет назад. И дети привозили нам из Ирландии. И в Праге мы покупали. Есть небольшая такая коллекция. Так что эта кружка пойдет туда. Очень красивая. Будем вспоминать Мюнхен. Мы там были в самом известном старинном пивбаре. Не помню уже, как он называется. Если проверю и напишу вам на экране. Сразу же покажу вам еще кое-какие мелочи, которые мы купили не на ярмарке, а в поездке по Румынии и Словакии. На что мы обратили внимание. Я заходила во все секонд-хенды, которые нам попадались по пути. Но там продавалась только одежда, обувь, сумки. Нигде украшений мы не встречали. И ломбарды. А в ломбардах продается в основном золото и дорогая посуда. Ну, может она и не очень дорога. Хрусталь, фарфор, всякие красивые сервизы. Но просто из-за того, что багаж нам не позволял на такие крупногабаритные вещи. Вазы были очень красивые. Но мы на них даже не смотрели. Ну, так, смотрели, но я особо и не снимала. Золотом мы не интересовались. Но мы купили несколько милых мелочей таких. Вот в одном из ломбардов Словакии купили две такие, я думаю, что это вазочка. И то ли сахарница, то ли конфетница. Подскажите мне, знатоки, кобальтовая с таким красивым рисунком. Что-то мне напоминает китайская или японская. Никакой маркировки на ней нет. Поэтому можно предположить, что это Китай. Не знаю, насколько она винтажная или современная. Но купили мы просто за копейки в ломбарде. И вот эта штучка. Вот тоже с таким замечательным рисунком. По-моему, это что-то китайско-японское. В другом ломбарде в Словакии нам попалась вот такая милая троица. Тоже стоила она совсем недорого. Я даже не знаю, что это. Это не вазочка, потому что внизу есть отверстия. Вот такая интересная штуковина. Ну, фарфор довольно толстый. И есть маркировка Made in China. Поэтому никаких иллюзий насчет чего-то особенного у меня нет. Но просто мне очень понравились они. Хотелось привезти какие-то интересные сувениры. Я их отмыла, они стали как новые. Напишите, что вы думаете об этой троице. Еще в сувенирном магазине нам приглянулись две такие милые шкатулки. Как я уже сказала, шкатулки это не просто сувениры, но и возможность для хранения украшений. Так что я решила себя порадовать. Тем более везти их очень удобно. Они легкие, а внутрь мы положили всякие более мелкие штучки, типа украшений. Сделаны они в таком винтажном стиле. Ну, очень мне понравились. И недорогие. Еще мы купили два таких чудесных колокольчика. Сувениры. Очень люблю всякие висюльки. Они отправятся к нам в решетку на окно. Я покажу вам тут фотографию окна. Это кошицы. Еще покажу вам, какие замечательные подставки, деревянные подставки для горячего мы купили у одного дядечки в Словакии. И в кошице он прямо в центре города стоял, продавал совершенно замечательные вещицы. Не знаю, сам он их делал или просто продавал изделия от других мастеров. Скорее всего, эти чудесные подставки для горячего пойдут в подарки для детей. Будем любоваться ими в гостях у детей. И у этого же дядечки муж купил вот такую трубку для курения. Но он вообще-то не курит, ни сигареты, ни табак. Но очень уж красивая штуковина. Скорее всего, мы ее повесим где-нибудь на стенку. Рядом с его деревянными изделиями. Те, кто смотрит мой канал, знают, что муж мой увлекается поделками из дерева. Делает картины и замечательные всякие другие вещи. Поэтому мимо красивого дерева пройти не может. Бусы под янтарь. Мне кажется, это пластик. Но смотрите, какие красивые бусы, бусины. Просто огонь. Я уже из подобных бусин сделала колье. Очень красивое колье. Браслет был недорогой на резинке. Пошел на это колье, которое улетело в Германию. Просто в ту же минуту, как я его показала на фейсбуке. И я очень скучаю за ним. И все время собираюсь себе сделать подобное. Ну, может быть, сделаю с бусинами что-то. Мне попалась на ярмарке вот такая брошь Клуазане. Очень большая и красивая. Это одна из моих самых классных покупок и самых дорогих на ярмарке. Очень похоже на украшение Fish and Crown, но без маркировки. Что там нет? Нет маркировки. И у этой же продавщицы я купила такие серьги тоже в технике Клуазане. Такие милые солушки. Тоже без маркировки. У нее же я купила вот такую замечательную медную брошь. Ну, просто прелесть. Мне она очень понравилась. Вот изнанка. Мне кажется, это изделие какого-то... Ручная работа какого-то хорошего мастера по металлу. Не знаю, или есть у нее винтажный возраст, но это неважно. И у нее же я купила вот такую брошь. Это похоже винтаж. Застежка-тромбон. Очень симпатичная. Простенькая, но милая. Еще я купила вот такую винтажную брошь с кристаллами. У нее потемневшие кристаллы. Но она была совсем недорогая. Чуть больше одного евро. И я решила ее взять. Попробую реставрировать. Я думаю, это Чехия. Вот такой чудесный локер. С фарфоровой вставкой. Думаю, это тоже винтаж. Хотя... Не знаю. Напишите мне, если знаете. Зажим для шарфика. Тоже без маркировок. Но с очень красивой фарфоровой вставкой. Вот такие серьги с фарфоровыми подвесками. Ну, очень люблю я такие штучки. Не думаю, что это винтаж. Но... Очень понравились эти подвески на серьгах. Возможно, пущу их в какие-то свои дизайны. Эти бусы я взяла исключительно на разборку. Они были недорогие. Где-то 2,5 евро. Особенно красные бусины мне очень понравились. Наверное, это чешское стекло. Возможно, винтаж. Возможно, и нет. Вот эта подвеска мне очень понравилась. Я думаю, снять с нее цепочку и пустить в какой-то свой дизайн. Сделать какую-то интересную цепочку с бисером и кристаллами. Ну, не знаю. Посмотрим. Пока так будет лежать. Очень красивые маркизы матового голубого цвета. Вот такая изнанка. Не знаю, насколько оно винтажное. Вот такой чудесный браслетик. Тоже взяла его с мыслью о разборке. Мне очень понравились эти секции. Ну, я не знаю. Его можно, в принципе, и так носить. И цвет металла очень красивый. Короче, посмотрим. Пока будет лежать. Эти серьги тоже взяла исключительно из-за вот этих вот элементов. Я подумала, что использую где-то в своих дизайнах. Ну, тоже ничего неизвестно. Они сами по себе очень красивые, по-моему. Вот эта серьга, к сожалению, вторую я не нашла. И уже дома обнаружила, что есть потери кристаллов. Если мне удастся ее восстановить, найти такие кристаллы прозрачные. Прозрачные, я думаю, найти легче, чем вот такие матовые. То, возможно, я сделаю из нее подвеску. Или даже использую в вышитом украшении эти элементы. Мне очень она понравилась. Очень красивые вот эти матовые кристаллы. Хотя, мне кажется, это пластик. Ну, и цвет металла красивый. Такой, как состаренное золото. Ну, посмотрим. Взяла и взяла. Пусть будет. И еще купила я две пары серег. Вот эти серьги. Конечно же, я не собираюсь их носить. Мне очень-очень понравились вот эти элементы. Скорее всего, где-то их использую. Непонятно, тут написано. Они совершенно, мне кажется, новые. И, наверное, современные. Вроде бы это Будапешт. Производство Будапешт. Ну, я не знаю точно. Там много всего написано. Очень красивые элементы. И еще вот тоже современные серьги. Я уверена, что это, видимо, Китай. Но тоже совершенно новые. И вот эти яркие, жизнерадостные элементы можно использовать в своих украшениях. Или серьги надеть на какую-нибудь костюмированную вечеринку. Типа танцев живота. Ну, я шучу, конечно, я этим не увлекаюсь. А это все, что я хотела показать вам сегодня. И так получилось уже очень длинное видео. Но не хотелось растягивать его на несколько роликов. Потому что впереди нас ждет еще очень много интересного. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. А я с вами не прощаюсь. До встречи в следующих роликах. Всем пока!